Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Так что свадьба должна быть на зависть. Вот я и заказала настоящего пожирателя огня. О, никогда не видел такого фокусника. Это очень дорогая затея. Он аж из Новиграда приехал. Я на свою дочь денег не пожалею. Родители жениха считают нас бедняками, вот пусть убедятся, насколько они ошибаются. Наверное, так и не убедятся. Выжиратель-то пропал и ни слуху, ни духу. Потому что его пёс жениха прогнал. О, чёртов демон! Правильно его назвали. Успокойся, душенька. Здесь сударь-ведьмак. Может, он нам поможет? Прежде чем я начну своё ведьмачье следствие, мне нужны указания. Расскажите всё, что знаете. Ну, значит, пожиратель огня прибыл сюда около полудня. Съел второй завтрак и захотел осмотреться. И тогда этот ужасный демон его увидел и стал брехать, как оглашенный. Почему? Понятия не имею. Ну, не нравится он ему, и всё. Учуял, что это пожиратель огня. А огня ведь каждая зверюга боится. Если бы боялся, сам бы убежал, а не бросался. Так пёс глупый. Не знаешь, чего от него и ждать. Сорвался с цепи и погнал пожирателя в лес. Глупый не глупый, только он питомец нашего зятя. А если пропадёт, то будет скандал. Не беспокойтесь. Ведьмак, то есть я, найдёт вашего пожирателя горячих штук. Это очень мило. Только никто не знает, где его искать. На этот случай у ведьмаков, у нас, то есть, найдётся свой метод. Как выглядел этот фокусник? Была на нём такая приметная шутовская шапка. По ней его и можно узнать. Я его найду. Благодарим. И ловим на слове. Как приятно, что ты согласился помочь. Но ты уверен, что справишься? На самом-то деле, ты не совсем ведьмак. Поищу этого фокусника. Ладно? Только ты мне не помогай. Отличное выйдет развлечение. Но я должен сделать это сам. Хозяин, барин. Я бы на твоём месте начал с того, что постарался найти следы пса. И пошёл бы по следу. Хороший совет! Так и сделаю! Шаня, мы с Витальдом идём искать пожирателя огня. Если до полуночи не вернёмся, тогда... Успокойся. Вы вернётесь. Я в вас верю. Ну так идём! Вперёд за приключениями! Я надеюсь, что этот мутант найдёт пожирателя огня. Столько денег на него ушли. Мне бы родители, чтобы он и демона нашёл. А то зачем же нам всё с вами ссориться? Пожиратель всем докажет, что он не лаптет щикливо. Пёс вырвал цепь из стены. Жрать, видно, ему недоволе. Или это его пожиратель так разозлил? Миска погрызена. Неужели он и миску пробовал сожрать? Странный какой пёс. Миска погрызена. Неужели он и миску пробовал сожрать? Странный какой пёс. Один раз в мировейнике. А второй раз, когда сам неделю не жрал, а потом поймал курицу. Собачьи следы. Какие-то маленькие. Судя по будке, демон, видать, здоровый. Если ничего больше нет, подойдут и те следы, какие есть. Ты уж прости, но что-то не хочется мне бегать по собачьему следу. Я лучше тебя здесь подожду. Хорошо, моя сладкая дынька. Я пока отлучусь по делам, а ты отдыхай. Скоро вернусь. Вот это шапка пожирателя огня. Говорили, что она дурацкая. Должно быть, он её потерял, когда убегал от демона. Вот и два вывода. Пожиратель жирный и трусливый. А вот и наша пропажа. Хорошо ли, не вижу. Ебанько залез на дерево, чтобы спрятаться от этой собачки? Именно. Эй, мужик, слезай. Ой, нет. И не подумаю, мне ещё жизнь дорога. И что будем делать? Так ты не знаешь, как быть с таким злобным пёсиком? Я бы его прогнал палочкой. Только это как-то не по-видимачье. Зато действенно. Вот и все дела. Слезай, мужик. Ты же видишь, этого страшного пса нет. А он это, точно не вернётся? Точно. Геральт, ведь этот шут набрался, как сапожник. Я надеюсь, что он ещё не всё допил. Я спас тебе жизнь. Так может, ты хоть дашь мне выпить? А шо ж, извольте. Замечательный мёд. Я понимаю, почему ты решил с ним на дереве уединиться. Мёд-то хорош. Только я от пса убегал. Хотя разве же это пёс? Чудовище это было. Воистину демон. Правильно его назвали. Как получается, что человек, который каждый день играет с огнём, боится маленькую собачку? Это чудовище было. Демон. Да слышал я уже. Трус-то сиволапый, вот и всё. О, я бы попросил. Я не трусливый, я осторожный. Знаешь, что было бы, если пожиратель огня пренебрегал осторожностью? Хм. Наверное, поджарил бы себе язык. Угадал. Ну вот, теперь ты и всё понимаешь. Вот тебе твоя шапка. Ты её потерял, когда от пса бегал, как настёганный. О, шапочка моя любимая. Удачу мне приносит. На каждое выступление её надеваю. В таком состоянии о выступлениях можешь забыть. А в каком-то я, интересно, состоянии, а? Посмотри на себя, Тартыга. Ты едва на ногах держишься. Во-первых, это чушь. Во-вторых, я пожиратель огня, а не канатоходец. Ноги мне без надобности. Такой возможности больше не представится. Расскажи мне, как глотают огонь? О, нет. Меня бы за это изгнали из цеха. Если хочешь, могу тебя взять в ученики. Тогда где-нибудь через полгода узнаешь. Нет у меня столько времени. Я не проболтаюсь. Ну скажи, мы же мёд вместе пили. Мы ведь уже почти как братья. Ты же у меня всё выжрал. Не брат ты мне. Так вот ты как со мной решил поиграть. Ну ладно. Если ты мне не скажешь, я тебя тут брошу на расправу кабанам, медведям и кровожадным оленям. Так что выбирай. Это насилие и угнетение артиста. Говори. Есть такая специальная субстанция, которую я выпиваю перед выступлением. И потом могу глотать огонь, плевать огнём. Ну, всё могу. И ничего меня не обжигает. Вообще. И это всё? Только и всего? Да где же здесь фокус? Это каждый может намазать себе харю какой-нибудь защитной жижей? Довольно. Сначала меня травят с собаками, потом отбирают у меня выпивку, да ещё и оскорбляют. Хватит с меня. Я ухожу. Не хотел я оскорблять этого шарлатана. Сделай что-нибудь. Ты получишь от меня дополнительные деньги и пойдёшь на свадьбу. Ты что, сдурел? Ведь этот чёртов сквалыга уже получил свою долю. Будешь брать или нет? Ты меня убедил. Хер бессовестный. Правду Ольгерт говорил. Все артисты – проститутки. Пойдём обратно. Ты идёшь или нет? Иду я. Уже иду. Ну, пойдём что ли на свадьбу? Может, я найду ещё что-нибудь интересное. Держись поближе и не шуми. О, ни на шаг не отойду. В этом лесу наверняка кишат дикие звери. Мамочка! Медведь! Медведь, медведь. Медведь, я не медведь. Прячься в слепой палат. Созли меня! Недведь, медведь. а ты когда-нибудь видал медведя похожего на кабана у меня зрение слабое и потом я ведь пожиратель огня а не натуралист ну да ну и видно чуть не забыл ведь даже не спросил как тебя звать давид австон сбора послушай автон сбора держись меня и ничего плохого с тобой не будет отведу я тебе пьяная морда на свадьбу в целости и сохранности пропавший пожиратель огня нашелся скажу не хвалясь я справился а что с демоном где он а я почему знаю он бросался и лаял на пожирателя я его отогнал и думал он сам вернется он не вернулся и вообще о нем ни слуху ни духу ну и пес бы с ним да никогда не любил этот мешок с блохами внимание внимание приглашаю всех на уникальное выступление пожирателя огня идем посмотрим его фокусы я никогда в жизни еще такого не видела да и Субтитры делал DimaTorzok Это была моя первая ведьмачья работа. Мы нашли пожелателя огня, спасли его шкуру. Будь у меня вторая жизнь, стал бы ведьмаком. Наверняка. А до тех пор развлекайся и ни в чем себе не отказывай. Ай! Я тебя ненадолго оставлю. Я подружка-невеста, так что должна участвовать в обряде. Иди, Шань, я тут сам разберусь. Сударь и сударыня, поскольку я уже давно так не развлекался, то решил сказать речь. Геральт, не надо. Как не надо, когда надо. Ну, до сих пор я считал все деревенские забавы чем-то недостойным дворянина. Ну, скажите сами. Будь кто из вас дворянином, стал бы он водиться с черними. Красоту простых девушек. Я всегда ценил побольше многих. Будь у меня на то время, милые дамы, я бы с радостью увидел в этом каждую из вас. О ребятах я не говорил. Я ведь их вообще не замечаю. Была у меня пара неплохих конюхов, но никогда я с ними не болтал. И не стал бы, даже за деньги. Должен же человек иметь принципы, разве не ты? Но сегодня, сегодня все изменилось. Благодаря вам я понял, что деревенщина – это тоже человек. Говорить мне с вами по-прежнему не о чем, но мне это уже не мешает. И спасибо вам за это. Я люблю вас. Нам уже пора на обряд на диване чипца. Погоди, я же еще не закончил. Ты закончил. А всем девушкам пора на обряд. Значит, и тебе, Шаня. Вот полночь на башне пробила, невесте выносит чипец. Все знают, что воле девичьей отныне приходит конец. Кому грех, кому смех. Кому сон, кому звон. Кому добрый молодец, а молодой жене чипец. Чем жена усердней, знаем по примете, Тем скорее родятся в этом браке дети. Уж не прогневитесь, мы поем для свеку. Пусть вам теща чарку поднесет к утеху. Хоть жена супругу верности клялася. Свекор будь построже, чтоб не увлеклась. Что ж ты, муж, гадаешь, что глядишь сурово, Верно, пьяно, пьяно, пьяно. Горова, будет и корова, будут и телята, Чтобы жить вам долго, мирно и богато. Приедете, та, что поймает венок невесты, Следующий выйдет замуж. Зачем ты это сделал? Все это веселье напомнило мне, Как мы праздновали свадьбу Ольгерда. Не мог я ему не написать. Ты передашь ему мое письмо? Передам. Спасибо. Славный ты, малый ведьмак. Хоть и зануда. Замечательные обычаи. Девушки раскраснелись, танцуют, Волосы распущены, рубашки расстегнуты, А под ними... Может, хватит? Ты видел? Шани поймала венок. По мужицким поверьям, Она первая выйдет замуж. Может быть. Полночь пробила. По нашему уговору, Тебе пора вернуться в склеп. Нет уж. Я тут еще не закончил. Дух Витальда ушел? Видишь, она спрашивает обо мне. Значит, скучала. Я здесь, моя сладкая. Наш поцелуй так запал мне в сердце, Что пусть меня сошлют на вечные муки, Но я не уйду, Пока не получу еще один. Или два. И вообще, приму все, что дашь. Я рада, что ты хорошо провел время. Поцеловала меня. А я знал, что так и будет. И это только начало. Нет, это конец. Уже полночь, и тебе пора уходить. Почему волноваться о таких мелочах? Покуда смерть обо мне не вспомнила, Мы можем развлекаться от души. А как же Геральт? Ты ведь дал ему слово. Шанни, золото. Я ведь мертв. Не требуй слишком многого от трупа. Витальд фон Эверик, Возвращайся туда, откуда пришел. Будь так добр. Не мешай мне. Перестань! Умоляю! Хватит! Прочь отсюда! Иначе я заберу тебя с собой И сделаю так, Что ты будешь тосковать По своему вонючему склепу. Не мучаю. Обещаю. До смерти не замучай. Что здесь такое происходит? Ты не должен был так над ним издеваться. Ну, конечно, я не должен был. Но мог. Ты ведь не сделал ему плохо? Я только избавился от надоедливого гостя. Вам не было нужды дальше его терпеть. Понимаешь, Геральт выполняет одно задание, Так что... Ох, Геральт всегда на задании. И всегда исчезает, Как только управится. Кто знает, Кто знает, Кто знает, Может, Сейчас все будет иначе. Я видел, Как вы смотрите друг на друга. Кроме того, Я абсолютно случайно знаю ваше прошлое. Правда? Откуда? Шань, Милая, Ты же не станешь спрашивать Орла, Отчего тот умеет летать. Ну вот. А самое важное, Что вам уже не будет мешать Витальд фон Эвери. Я хотел бы остаться подольше, Но... Не извиняйся, Геральт. Я на тебя не в обиде. Ведьмаки живут по своим законам. А что до меня, То... Может быть, Я просто слишком многого ждала От этой свадьбы. Я не понимаю. Не важно. Я пойду к Альдоне. В конце концов, Я ведь подружка невесты. Ах, Геральт. Твои попытки понять женщину Всегда окончаются вот так. А ты ее понимаешь? Конечно. Женщины очень просты. Проблема лишь в том, Что мужчины Законченные глупцы. Теперь твоя подруга Будет грустить до утра. Принеси ей цветы Или что-нибудь выпить. И она вмиг забудет Свою печаль. Не помни, Что просил у тебя совета. Ты нужен ей, И она тебе дорога. Не воспринимай все Слишком серьезно. В отношениях между людьми Прекраснее всего Это спонтанная искренность. Вам не нужно заканчивать, Как Альдона и Евнут. Двое бедолаг, Связанных узами, Из которых нет выхода. Вы можете просто Наслаждаться друг другом. Доброй вам ночи. Доброй вам ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это видно. Шаня вспоминала, что делала из нее груз. Красивые, но порадуют ли они ее? Ну ладно, я их срываю. Убоги, я же романтик. А как так нанять ведьмака, толпы? А что у тебя тоже седая? Ты все еще здесь? Я думала, ты спешишь к Ольгерду. Мы так редко видимся. Ольгерд вполне может подождать меня до утра. Улыбнись, Шаня. Ты помнишь, что я люблю рябину? Я про тебя многое помню. А вообще, почему ты такая грустная? На свадьбе люди веселятся. Грустная? Вовсе нет. Просто я задумалась, когда поймала этот венок. Я поняла, что годы идут, а я все только учусь, пришиваю ноги и все время одно. У тебя есть я. Насколько? На день? На два? Не пойми меня неправильно, все это очень мило. Но ты приходишь и уходишь. А мне нужен кто-то, с кем я могла бы просто отдохнуть после целого дня операций и перевязок. Сесть, выпить вина, немного посмеяться. Понимаю. Что ж, я не могу быть с тобой каждый день, но я всегда радуюсь, когда мы видимся. А сегодня я весь твой. Ну, хорошо. В таком случае выпьем за сегодняшний вечер. За этот вечер. Пусть он длится. Музыканты, кажется, напились. Они большевит все сильнее. Пойдем погуляем? Это мысль. Тебе понравилась свадьба? Было неплохо. А если бы я не был одержим духом сумасшедшего, было бы совсем хорошо. Хотя, должен признаться, он заставил меня испытать то, что сам я вряд ли когда-нибудь попробовал бы. Ты имеешь в виду бегать по лесу за собакой или драться кольями? Ты не все назвала. Был еще поцелуй. Да, поцелуй. Это ведь Витальд захотел получить его, а не ты. Воля его, но тело мое. Я все чувствовал. Это было как в старые времена. Вы зиме? Я думала, ты хочешь забыть про всю эту историю с Катрионой. Я уже давно забыл про эпидемию. Вспоминаю только романтичную часть наших приключений. О деньгах-то вам вовсе не за чем волноваться. Моя мастерская хорошо развивается. Это хорошо. А то у нас с денежками туго. Только не говори моей старушке, а то она расстроится, что я тебе признался. Да вы не беспокойтесь. Буду молчать как покойник. Мы же должны помогать друг другу. Вы, да вы. Хватит уже. Я Владик. Но ты зови меня Батя. Спасибо. Это для меня честь. Давай выпьем, Батя. Семьи договорились. По пьяни тесть с зятем или заключают мужские союзы, или бьют друг другу морду. Я боялась, до свадьбы не дойдет. Это из-за разницы в доходах? Угу. Для семьи Евнута этот брак мезальянс. Ну, видно, что они любят друг друга. В таких случаях родители обычно уступают. Ну, не знаю. Моя матушка вряд ли простила бы мне выбор неподходящего кавалера. А какой это неподходящий? Ох, пока что любой. Ты что же, представляла ей одних музыкантов, жонглеров и ведьмаков? Ну, нет. Просто ей нужен хорошо воспитанный, состоятельный зять с достойным занятием. Но в этом ведь нет ничего плохого. Да, но трудно найти кого-то такого, и чтобы к тому же он был немного забавным. Это уж точно. Ну, а моя мама считает, что я уже во время учебы должна была найти себе мужа. Замуж я не вышла, так что теперь она наверняка считает, что со мной что-то не так. Успокойся, Шани. Во-первых, на дворе тринадцатый век. Девушки идут учиться не для того, чтобы отхватить себе мужа, а чтобы развиваться и заниматься тем, что им нравится. А во-вторых, у тебя есть ученая степень, собственная практика. Ты даже на фронте спасала людей. Ты хороший человек. Все с тобой в порядке. А, правда? Правда. Погляди на этих отважных братьев. Пьяные в доску, хоть забор из них строй. Интересно, где их сестра. Сейчас бы они ее не защитили от четырехлетнего мальчишки. Если бы они не появились, ты бы затащил ее на сено. По-моему, она была не против. Я был не в настроении, так что, думаю, попытался бы избежать продолжения. А я думала, ты бы воспользовался возможностью. А мне не нужно таких возможностей. С каких это пор? Скажем так, я стал разборчив. Ты будто уже выбрал кого-то. Так и есть. Угадай, кого. О, как здесь красиво. Я все думаю об этом поцелуе. Поцелуи? Когда сидевший во мне дух Витальда тебя поцеловал. Интересно, без него все было бы так же или по-другому? Откуда мне знать? Есть только один способ убедиться. Ну и как сравнение? Определенно, я хочу целовать тебя сам и по собственной воле. Поправь меня, если я ошибаюсь. Но Витальд, кажется, не хотел останавливаться на одном поцелуе. Это правда. Он был очень настойчив, надо признать. В этом есть свои плюсы. Верно. Можно сэкономить массу времени. Так, что же сегодня, Геральд? У нас есть время, чтобы побыть вместе? Или тебе уже пора назад? Это будет твой вечер, как я и обещал. И я собираюсь быть более настойчивым, чем Витальд. Звучит интересно. А будет еще интереснее. Надо же, причал занят. Местечко сейчас освободится. Откуда ты знал? Я ясновидец? Почти полная. Жаль, добро пропадает. Если мы ее тут оставим, то кто-нибудь очень пьяный найдет ее, и для него это плохо закончится. А я приносила клятву. Прежде всего, не навреди. Поплыли на луну. На луну можно лишь улететь. Не, посмотри, вот она, на середине озера. Что ты делаешь? То, что обычно делают на луне. Продолжение следует... Продолжение следует... Хм... Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Ты уже не спишь? Давно. С тех пор, как мы с тобой в последний раз виделись, у тебя добавилось 27 шрамов. Ты считала. Угу. Иногда так получается. Мы доплыли до луны. А ты уже не помнишь? Такое не забывается. Вот именно. Ты говоришь так, будто хочешь забыть. Нет. Я об этом не забуду и ни о чем не пожалею. Но я должна это как-то уложить у себя в голове. Одна. Шани, подожди. Пока ты не ушла, у меня к тебе есть еще одна просьба. Да? Я насчет Ольгерда. Очень уж он загадочный человек. У меня такое чувство, что его история сложнее, чем кажется. Ты не могла бы разузнать о нем побольше? Конечно. С удовольствием. Спасибо. До свидания. Да. До свидания, Геральт. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok